здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания народная волна радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на северном западе сша а сил ее ведущие эдвард брумер и гэри брумер а сегодня с нами на прямой линии известный знаменитый рок-журналист публицист телеведущий и что я вчера выяснил первый диджей в советском союзе артемий троицкий артемий кива и здравствуйте алло сейчас у нас заминка небольшая здравствуйте еще раз и артем кива в начале передачи мы хотели бы вас поздравить с прошедшим юбилеем и в первую очередь пожелать вам здоровья здоровья и здоровья ну и чтобы как говорится жизнь была красивой и успешной и богатой спасибо большое здоровье конечно вещь важная но я на него не особо жалуюсь так что даже не знаю что самому себе пожелать самое главное будьте и как говорится чтобы у нас было возможно с вами общаться артемий кива ищу меня первый вопрос чтобы не тратить время мы когда жили в советском союзе самой популярной цифрой было цифра 5 родители хотели чтобы дети учились на 5 и как говорится добивались успеха а вот цифра 0 она была не очень популярной и даже было такое выражение ты что полный 0 это было довольно обидное выражение и у меня такой вопрос насколько сегодня популярна в россии цифра 0 и насколько популярны слова обнуление на ваш взгляд ну вы естественно намекаете на известную процедуру воли заявления по которой проходила по всей российской федерации 1 июля процедура по принять поправок в конституцию российской федерации ну и там была в общем куча всяких поправок в том числе и поправка которая позволяет нынешнему президенту владимиру путину обнулить свой срок и потом еще два раза как как ни в чем не бывало баллотироваться в президент российской федерации ну я вам честно скажу что в общем то я не считаю это каким-то серьезным событием потому что отношение к конституции российской федерации совсем не такой как в соединенных штатах америки где конституция на самом деле такой непреложный основной закон у нас эту конституцию и переписывали и нарушали огромное количество раз в общем в принципе бедная конституция в общем то превратилась в такую дешевую дворовую девку как которую имеют все и имеют как хотят так что тут никаких новостей абсолютно нет то же самое касается и обнуление сроков президента путина то есть если бы не было этих поправок в конституцию при желании я так думаю что и путин и все его споручные они легко нашли бы еще какие-то способы продлить срок правления путина даже до самой гробовой доски ну то есть там рассматриваются самые разные сценарии объединение с белоруссию и учреждение какой-то новой должности типа лидер нации или там что-то еще ну там как сталин там сам себе присвоил генералиссимуса да в сорок пятом году так что в общем я считаю что единственный более или менее важный закон точнее поправка к закону которое было принято это то что отныне в конституции записано записано что законы российской федерации доминируют над законами международными раньше этого не было то есть раньше как и во всех остальных странах имеется там какие-то могучие такие основополагающие законы типа международные конвенции о правах человека всякие международные суды организации объединенных наций международный трибуналов гааги европейский суд по правам человека и так далее такие мощные наднациональные организации и считалось до сих пор что решение вот этих самых организаций оно важнее чем на решение наше местное локальное местечковое российское вот ну а теперь нет а теперь плевать нам значит на все эти международные авторитеты мы сами со сами значит и что захотим то и сделаем вот это конечно такая довольно неприятная штука особенно если говорить скажем о правах человека о правозащиты вообще вот тем не менее в общем тоже к этому все уже шло довольно давно вот так что с обнулением я бы сказал никаких особых особых новостей не было вот то есть то что давно уже существовало де-факто теперь стало подтверждено де-юре вот собственно говоря и все так что я большой сенсации из обнуления этого неделал там уже кстати говоря если посмотреть как на это отреагировала скажем так мировое сообщество в общем тоже как-то я читал всякие газеты английские американские пишут об этом как о каком-то анекдоте как о каком-то курьете для путина это очередной как бы шаг к изгойству и нерукопожатности поскольку такие вот диктаторские трюки да вот с этим обнулением и вечным царствованием но это вообще скорее свойственно для каких-то стран типа там скажем для средней азии туркмен баши там таджикистан узбекистан вот а также естественно для африки вот в центральной африки там тоже там сплошные сплошные диктаторы сплошные пожизненные правители и так далее так что пусть путин сейчас вот этим актом он так спокойненько присел в одну компанию со всякими африканскими людоедами и среднеазиатскими тиранами такой вопрос является ли российский народ соучастником соавтором вот этого обнуления и к этому же у меня такой подвопрос есть три славянских народа белорусы украинцы и россия вот в россии и белоруссии почему-то установились вот такие диктаторские режимы а вот украина совсем другая как как вы считаете почему так ну я думаю что можно очень очень долго и пространно рассуждать почему так я считаю что в общем это еще не конец истории то есть я думаю что и в белоруссии возможны достаточно радикальные перемены хотя лукашенко там конечно диктаторским манером правит уже очень давно но как раз вот в августе этого года в следующем месяце возможно в белоруссии произойдут какие-то серьезные события и не исключено что они приведут и к падению режима лукашенко вот что касается до россии ну в общем то народ в россии к сожалению слишком терпеливый слишком забитый слишком апатичный конечно же многие другие народы не стали бы терпеть над собой такого издевательства то есть издевательство по всем направлениям это касается и воровства начальства и коррупции и просто и и и и всякой этой вайланс со стороны на российской ментовни росгвардейцев и так далее вот и точно так же не стали бы терпеть и все эти фальсификации на выборах изнасилования конституции и так далее думаю что народы более такие боевитые и темпераментные в общем то они бы конечно подняли бы бучу уже давно если бы значит их правительство их государство проявляли бы себя таким отвратительным образом но русский народ к сожалению да крепостное право так называемая так называемая отрицательная селекция то что всех поубивали повырезали в гулаге сгнобили и так далее в общем то народ у нас конечно трусоват ничего тут не скажешь но кстати говоря вот при голосовании 1 июля в общем то народ себя проявил не так уж плохо то есть если убрать фальсификацию а сейчас в общем то уже математически доказано что было вброшено за поправки конституции обнуления Путина было вброшено порядка 20-22 миллионов голосов то есть если бы не эти совершенно рекордные по масштабам вбросы то в общем то вполне могло бы обнуление и не пройти но все равно очень многие голосовали за и от страха и по инерции и просто по принуждению как кто там всякие там военнослужащие ментовня зэки бюджетники и прочее и прочее вот их же заставляли буквально значит фотографировать заполненные бюллетени чтобы потом отчитаться ну и я уже не говорю о том что шел и прямой подкуп то есть на избирательных этих участках там проходили какие-то лотереи разыгрывались автомобили смартфоны и даже и даже квартиры то есть это называется прямой подкуп избирателей конечно не в какой цивилизованной стране вот представьте чтобы у вас в Америке значит за то чтобы голосовать там условно говоря за Трампа тебе значит за это давали бы деньги вот или устраивали бы какое-то бинго с автомобилями и квартирами я думаю это в общем был бы театр абсорда хотя в общем-то Трамп сам по себе это тоже театр абсорда вот но в России это все было ну и в общем-то как я уже говорил неоднократно все это было абсолютно ожидаемо Артем Макивович вот есть два таких исторических термина народ и население я поясню что я имею ввиду вот в Америке да народ это люди которые работают которые учатся которые смотрят в будущее которые хотят просто хорошо жить есть население это те которые поджигают флаги грабят магазины сбрасывают памятники то есть население они просто населяют определенную местность мы это все знаем эта проблема в Америке существует на ваш взгляд есть ли приемлемо к России вот эти два термина можно ли их разделить ну я бы сказал что в России тут разделение проходит по несколько иным границам то есть у нас есть у нас есть активная часть народа это люди которые вот как вы верно сказали это люди которые работают люди которые думают о будущем люди которые вообще ответственно относятся и к своей стране и к своей роли в жизни страны вот а есть а есть люди вот такие вот пассивные вечно пьяненькие вечно моя хата с краю нам все пофигу мы ничем не интересуемся и так далее лишь бы выжить лишь бы выжить лишь бы не было войны точка вот я бы сказал что у нас что у нас примерно такое существует деление потому что скажем если проводить какие-то сравнения с Америкой то вот те кого вы назвали населением да вот скажем вот все эти погромщики там и так далее они при том что они значит люди малосимпатичные вот но они все-таки ведут себя активно в России водораздел проходит как раз по принципу что активно себя ведут как раз те ну то меньшинство такое политизированное меньшинство они ходят на митинги и демонстрации они стоят в пикетах они ведут какую-то активную деятельность такую анти антипутинскую в интернете и так далее а есть вот это вот болото болото которое просто вообще ничего не делает сидит на диване посасывает пиво вот и машет нам все рукой Артемий Киевович вы последнее время живете в благопристойной Эстонии где достаточно большое количество русского населения в Латвии тоже его много и вот несколько цифр русское российское население Эстонии и Латвии проголосовало больше чем 90 процентов за вот это обнуление за новую конституцию вам не кажется вообще это странным люди живущие в европейском союзе и вот так себя ведущие вот так вот думающие как вы смотрите на это вы знаете что в общем эта история она повторяется на всех голосованиях ну вот я тут в Таллине живу с 14 года за это время были и президентские выборы 18 года и что-то там еще было надо сказать что цифры цифры примерно примерно одинаковые то есть голосуют ну в 18 году скажем голосовало за Путина где-то порядка 90 процентов тех кто пришел в Таллине и Нарвина на избирательные участки и аналогичная примерно картина и вот с этим голосованием 1 июля то есть на первый взгляд картина конечно крайне неприглядная можно подумать что 90 процентов российских граждан проживающих в Эстонии что они за Путина за это обнуление и так далее но тут не учитывается одна важнейшая цифра а именно то какой процент от российских граждан проживающих в Эстонии вообще пришел на эти избирательные участки и вот если взглянуть на эти цифры то картина становится совершенно иной потому что в Эстонии обладателей российских паспортов которые могут прийти на избирательный участок в посольство в консульство и там отдать свой голос так вот их порядка 80 тысяч а явка вот сейчас вот 1 июля составила менее 8 тысяч то есть на избирательные участки пришло всего навсего 10 процентов явка 10 процентов то есть это очень и очень мало но вот эти 10 процентов это на самом деле в большинстве в большинстве своем это даже не русские люди это советские люди то есть это люди которые остались тут в Эстонии со времен советской власти всякие отставные военные партийные работники КГБшники НТВ и так далее Путина они естественно все обожают и боготворят ну вот такие вот ребята совки такие реликтовые совки вот но как я уже сказал их тут примерно 10 процентов среди российских граждан но кроме того прикиньте что еще имеется большое количество русских получивших эстонское гражданство и это как правило люди уже вообще интегрированные в эстонское общество владеющие эстонским языком вот и люди вполне европейские вот так что вот а по поводу этих совковых бабушек и дедушек ну опять же совершенно совершенно понятная естественная картина и удивляться тут совершенно нечему вот но и особо гревать по этому поводу тоже не приходится поскольку в конце концов в общем-то можно не сомневаться в том что поголовье этих совков естественным образом в ближайшие 10-20 лет сократится до почти нуля свобода слова понятие свобода слова с одной стороны вот интересная просто ситуация с одной стороны дело кирилла серебренникова и значит сотоварищей плюс вот светлана прокопьева журналистка плюс там еще группа журналистов а с другой стороны эхо москвы где приходят люди и вы в том числе летом периодически выступаете и свободно высказываетесь на какие-то темы довольно серьезные вот как это сочетается с одной стороны суды с другой стороны эхо москвы вы знаете что это такой вопрос очень популярный ситуация это существует уже давно ну для начала я хотел бы сказать что те люди которые выступают и на эхе москвы и на тв дождь и в новой газете нельзя сказать что их свобода безгранична скажем когда я прихожу на прямой эфир на эхе москвы со мной никто никакого инструктажа не проводит но поскольку я уже ну лет 20 по крайней мере на самом деле даже и 25 имею дело с этой радиостанцией я прекрасно знаю что можно говорить а что нет то есть с одной стороны конечно крайне нежелательно и я никогда этого не делаю выражаться нецензурным образом употреблять какие-то матерные слова и выражения с другой стороны чтобы не подставлять радиостанцию чтобы не подставлять Венедиктова Алексея Алексеевича вот естественно некоторые вещи которые может быть и хотелось бы проговорить вот они не проговариваются вот хотя таких вещей достаточно мало то есть можно сказать что в общем-то что в общем-то такая ну скажем так свобода слова в разумных пределах на эхе Москвы дожди новой газете в каких-то еще значит таких так называемых независимых либеральных российских СМИ в общем-то она существует существует она во многом потому что власти просто не хотят большого скандала и эхо Москвы и новая газета это в высшей степени респектабельное престижное средство массовой информации которые постоянно цитируют и на которые постоянно ссылаются всевозможные иностранные информационные агентства газеты там все эти Нью-Йорк таймсы и Би-Би-Си и Си-Эн-Эн и и кто угодно и взять и разогнать вот это все это был бы большой большой международный скандал который в общем-то Путину и его компании пока что по крайней мере не выгоден то есть это могут быть какие-то новые дополнительные санкции и это может быть еще значит дополнительные аргументы в пользу полной изоляции и изгойства путинской России вот поэтому поэтому в общем-то их их особо не трогают вот а нападают вот на каких-то единичных журналистов деятелей культуры активистов и так далее и нападают в первую очередь даже не потому что они там как-то особо опасны для режима да но чем может быть так страшно опасно для режима скажем милая девушка журналистка из областного города Пскова по имени Светлана Прокопьева ну естественно в общем-то какой-то какой-то значит фатальной угрозы для Путина она не представляет но тем не менее вот эти атаки происходят и происходят они в первую очередь для того чтобы запугать чтобы запугать всех остальных чтобы неповадно было чтобы знали что если вы начнете там в своих газетах на своих порталах там радиостанциях и так далее как-то там слишком смело вякоть вот сделаем вам как Серебренникову как Прокопьева и так далее а с Кириллом Серебренниковым с ним ну как бы более сложная история и во многом поучительная на самом деле история о том что если ты считаешь себя свободным художником и делаешь творишь вот так как тебе велит твоя муза твой талант то ни в коем случае нельзя иметь дело с государством то есть или ты свободный по-настоящему художник но при этом значит ты беден у тебя нет своего собственного театра тебе не не дают какие-то бюджеты субсидии на съемки фильмов и так далее но при этом ты как бы можешь самовыражаться как хочешь вот а если ты полез значит за материальной помощью к министерству культуры к правительству к каким-то государственным фондам и так далее то после этого это же министерство культуры у нас имеет полную возможность для того чтобы тебя прищущить и сказать мы тебе миллионы выдали так давай отрабатывай отрабатывай социальный заказ отрабатывай путинскую программу и проблемы Кирилла Серебренникова из седьмой студии они собственно и возникли из-за того что Кирилл с одной стороны брал деньги у государства и получал от него какие-то привилегии в частности театр Гоголя вот а с другой стороны как в общем-то смелый и талантливый художник высказывался таким образом который в общем-то сильно не нравился всяким нашим и православным деятелям и Никите Михалкову и бывшему министру культуры Мединскому и так далее вот так что это вот тоже такая поучительная история я очень надеюсь что все наши честные деятели культуры сделали из этого какой-то правильный вывод и и будут лучше лапш сосать вот и сидеть в подпоре как мы это делали скажем в 70-е 80-е годы вот но не идти за милостыней к государству Артем Микелович мы сейчас уйдем на рекламную паузу и через пару минут вернемся оставайтесь на линии спасибо в эфире программа политинформания радиостанция народная волна Чикаго и сегодня мы беседуем с журналистом первым диджеем советского союза Артемием Троицким Артемик Киевович еще раз привет еще раз привет еще раз здравствуйте Артемий Киевович сразу такой вопрос хотел бы от политики уже уйти к более интересным интересной сфере вот как вы считаете кто сегодня в России более актуален Салтыков Щедрин с Гоголем или все-таки Захар Прилепин как вот вы видите это ну я думаю что классика она на то и классика что актуально во все времена я очень люблю и Салтыкова Щедрина и Гоголя то есть в принципе наряду наверное с Альвом Толстым это мои любимые русские писатели так что они ребята умные умные глубокие наблюдательные в общем-то они описали Россию во всей ее глубине ширине прекрасности и хотя это было уже боже ты мой 150 170 лет тому назад ну вот но все это по-прежнему высший высшей степени применимо к сегодняшней ситуации и скажем если вспомнить историю одного города под названием Глупов Салтыкова Щедрина то вот все вот эти городоначальники они конечно по-прежнему сидят на своих местах в своих кабинетах вот что касается до Захара Прилепина то Захар Прилепина я его когда-то знал лично и в общем-то как бы мы с ним нормально общались вот потом с ним стали происходить какие-то довольно неприятные метаморфозы вот ну а после того как я посмотрел одно его интервью с Лешей Пивоваровым кажется где он просто буквально хвастался тем как убивал людей на Донбассе как они там курались и все с улыбочкой там ну то есть Захар Прилепин это просто больной человек ну вот то что называется английским словом sick да sick больной маниакальный полусумасшедший больной имперец патриот в худшем смысле этого слова вот это просто мрак последнее что я читал по поводу Захара Прилепина это то что они с его партии которая называется за правду значит требуют провести референдум о вхождении Донбасса Южной Осетии Абхазии и Приднестровья в состав Российской Федерации ну в общем понятное дело чем все это пахнет вот думаю что даже путинским режимным бюрократам это все как бы кажется излишним потому что они прекрасно понимают чем все это закончится для России в глобальном масштабе то есть это будут новые санкции это будет уже полная окончательная изоляция тем не менее вот эти вот все все эти ребята вместе с казачками с православными фанатиками и так далее вот они вот они уже просто совершенно утратили чувство реальности вот нет Захар Прилепин совершенно не актуален как писатель да и как писатель он то есть он неплохой прозаик я прочел честно прочел два его романа Санька и Обитель и один сборник рассказов я не могу сказать что он плохой писатель вполне в общем такой качественный прозаик вот но его проза как бы она ну она сама по себе а его политическая и публицистическая часть она совершенно иная и кажется вообще что это даже писали два разных человека то есть проза такая качественная а публицистика и политическая риторика просто абсолютно бездарная даже безграмотная я бы сказал Артемик Иванович готовясь к нашему интервью я просмотрел вчера ваши интервью которые вы дали молодым ребятам на эхо москвы и в этом интервью вы сказали что ваше любимое время это конец 80-х время перестройки кстати как и наша мы помним хорошо это время это действительно было замечательно интересное время мы помним этот бум рок-музыки разной по разными направлениям но это был бум такой рок-музыки на сегодняшний день в России олицетворение времени этого это рэп музыка скажите является ли вообще музыка олицетворением времени в котором живет человек на ваш взгляд во многом да во многом является самым таким ярким и симптоматичным и символичным проявлением каких-то черт текущего времени и текущих событий ну тут скажем достаточно сравнить скажем нулевые годы нашего века и десятые двадцатые годы двадцатый один год нашего века совершенно разная картина в нулевые годы ситуация в России была такой достаточно благополучной экономически был заключен такой как бы негласный пакт о ненападении между с одной стороны режимом с другой стороны народом режим значит обедки с барского стола разбрасывал и народ был рад и счастлив тому что может покупать дешевые корейские автомобили ездить вот в Турцию и так далее вот и при этом они значит не особо обращали внимание на все эти безобразия которая творит власть то есть коррупция воровство и вот и прочие мелкие пакости вот ну и музыка при этом тоже была совершенно нулевой то есть вот если вспомнить что было что было в российской музыке в первое десятилетие 21 века в общем-то кроме матерных песенок Сергея Шнурова и группы Ленинград так особо даже вспомнить нечего совершенно было пустое десятилетие с точки зрения с точки зрения музыкальной в десятые годы напротив все так очень очень даже здорово развернулось и поднялось и тут я кстати с вами не вполне согласен в том смысле что я не считаю что рэп это единственное вот что символизирует настоящее время в музыкальном плане с одной стороны да есть вот все эти рэперы но из mc оксимирон там и прочее но с другой стороны скажем вот прекраснейшие новые альбомы того же Бориса Гребенщикова и и группы ддт это если говорить о ветеранах там и Василий Шумов группа центр в то же время появляется какая-то интересная новая молодежь всякие вот эти порнофильмы айспик и многие другие в общем я бы сказал что рог в данном случае совершенно не не теряет своих позиций а в продолжении предыдущего вопроса смотрите вот вы сейчас сказали что выходят новые вещи Гребенщикова ддт и все таки почему сегодня нету новых лиц нету нового не культивируется это так как это было допустим в конце 80 нету нового Высоцкого Висбора нету нового Цоя нету Майка Науменко ну естественно в современных условиях и в принципе времена сходятся то есть времена сложные а вот новых лиц как бы вообще нет может быть мы не знаем может вы нам как-то более откроете картину вы знаете что в общем-то таких гигантов как скажем Виктор Цой или Александр Башлачев или Владимир Семенович Высоцкий таких гигантов пожалуй на самом деле нет ну объяснить это можно по-разному можно просто значит отмахнуться и сказать что гении рождаются не так часто что это штучный товар вот и так вот взять их ровным слоем намазать по всем по всем годам и всем десятилетиям вот это не получается но я бы сказал что главная причина этого в другом изображается она в том что в общем и целом музыка в сегодняшнем мире не имеет того значения какое она имела скажем в 60-е 70-е 80-е годы и это касается не только России это касается и всех остальных стран тоже в той же Америке в той же Британии были вот все эти бетломании была рок-революция хиповая музыка вообще была новой религией естественно вот эта ситуация она порождала каких-то гигантов будь то Битлз там Роллинг Стоунс Боб Дилан Джин Моррисон Эдорс Боб Марли и так далее вот сейчас музыка уже как бы отошла на второй план она не является таким огромным генеральным магнитом что ли всего культурного движения вот сейчас вот то чем раньше была музыка это сейчас все разошлось по нескольким по нескольким направлениям то есть это это и музыка это и социальные сети вообще интернет это даже компьютерные игры всяческие там эти видеоискусства и так далее то есть нет нет сейчас у музыки уже больше монополии монополии на то чтобы властвовать умами в первую очередь молодых людей вот и и поэтому какие-то люди которые которые могли бы стать музыкантами скажем в 60-е 70-е 80-е годы вот сейчас эти же люди такие авантюрные талантливые пассионарные и так далее они скорее пойдут не в музыку они скорее пойдут или в политический активизм или в айти в какие-то сетевые истории и так далее вот это тоже в общем-то я думаю важная причина того что не появилось в последние десятилетия каких-то новых монументальных музыкальных фигур артемик ивович сразу хочу сказать не хочу обидеть ваше поколение но можно ли ваше поколение я имею ввиду вот люди рожденные в середине 50-х в конце 50-х годов назвать вас советскими людьми до сих пор я не знаю мне трудно сказать нет я думаю что нет я думаю что нас можно назвать антисоветскими людьми то есть люди моего поколения по крайней мере все люди моего круга в общем-то все мы были в той или иной степени или открытыми или слегка прикрытыми но мы все были антисоветчиками сколько я знал своих друзей я не знал вообще ни одного такого искреннего увлеченного комсомольца или кого-то кто свято верил бы в идеи марксизма ленинизма нет мы все слушали Битлз мы все читали Селлинджера мы все стремились попасть на какие-то американские французские итальянские фильмы и так далее мы уже в общем-то относились к советской власти в высшей степени скептические и иронические кто-то с этой властью в меру своих сил и смелости боролся кто-то не боролся но вот любителей советской власти вот такими вот совками нет в общем-то я считаю что мы ими не были были конечно и такие люди вот но я могу честно сказать что мне вот такого счастья общаться с совками в больших количествах нет такого счастья мне не было в общем-то вот мы все опять же вспоминая 80-е годы перестройку гласности и так далее я прекрасно помню что все вокруг были очень и очень рады этим переменам а те кто не были им рады я лично таких вообще не знал вот но это были уже какие-то люди более старшего поколения такие уже заматерелые сталинисты ну сейчас я думаю их уже в большинстве своем и в живых нет Артемий Николаевич такой вопрос что вы сегодня читаете что сегодня слушаете что могли бы порекомендовать нашим радиослушателям потому что ну вы лидер мнения я думаю к вам многие прислушиваются ой вы знаете что вот по поводу того что я сегодня слушаю тут я точно ничего рекомендовать не стану могу только порекомендовать слушать мою программу на радио свобода вот у меня выходит еженедельная передача называется музыка на свободе вот ну и естественно радио свобода радио либерти известная такая антисоветская старая станция вот у меня там имеется музыкальная программа и там я кручу вот всю ту новую музыку которая меня как-то привлекает вот если говорить о какой-то новой русской музыке ну я бы в первую очередь порекомендовал совсем свежий альбом знак огня Бориса Гребенщикова прекраснейший альбом я думаю что вообще может быть это его лучшая работа за все сколько там уже 67 лет его жизни вот шикарный шикарный альбом прекрасный альбом вышел у Дельфина ну то есть у него вообще очень хороший альбом то есть два года назад у него был альбом 442 потрясающий в прошлом году его последний альбом называется Край тоже очень хороший всегда интересно послушать Васю Обломова всегда интересно послушать но из Эмси думаю скоро скоро появится потому что в общем сейчас идет над ним такая активная работа скоро будет новый альбом ДДТ в общем в общем есть что послушать слава Богу что касается до книг скажу честно ничего ничего такого выдающегося на русском языке по крайней мере я в последнее время не прочел жду как всегда каких-то новых сочинений Владимира Сорокина вот я его очень люблю но вот давненько давненько он ничем не радовал вот так что боюсь что не могу порекомендовать никакого такого особо интересного и качественного чтива вот что само по себе довольно странно потому что мы живем в интересные такие довольно турбулентные времена вот в принципе могла бы литература каким-то образом это все отражать но почему-то не отражает в конце передачи уже остается не так много времени я хотел бы вот такой очень интересный вопрос возвращаясь к перестройке Михаил Сергеевич Горбачев для вас историческая личность с плюсом или с минусом для меня Горбачев бесспорно историческая личность с плюсом причем с большим плюсом это связано и с теми реформами которые он затеял вот хотя могу вам точно сказать что когда Горбачев эти реформы начинал он не знал куда эти реформы приведут вот но по крайней мере в отличие от всех остальных российских и советских лидеров он во-первых не мешал тому что происходило не давил это танками не засаживал всяких горлопанов в тюрьмы гулаг и так далее то есть он дал свершиться тому что свершилось вот это одна его большая заслуга и вторая уже человеческая заслуга в том что опять же из всех российских из советских лидеров он конечно же был самым честным и самым скромным то есть при всем желании каким-то образом Горбачева очернить а любителей этого сделать было бы очень много никакого серьезного компромата там каких-то какого-то мегаворовства какой-то коррупции какого-то вот этого местничества семейственности и так далее типа друзьям все остальным закон вот в этом Горбачева обвинить невозможно и это как вы понимаете для российской реальности это это просто уникальный уникальный случай и огромная заслуга вот в то же время естественно Горбачеву могут быть и большие претензии потому что все-таки он был естественно производным от советской власти от коммунистического режима и в некоторых эпизодах своей биографии вел себя позорным образом то есть ну скажем моя главная к нему претензия это вся история с чернобыльской аварией где Горбачев повел себя ну абсолютно как типичный трусливый советский руководитель то есть что все скрывалось все покрывалось из-за этого соответственно огромное количество людей облучилось и в общем ну вот это это была крайне крайне неказистая история из жизни Горбачева вот но пожалуй это главная и почти единственная претензия которую скажем лично я могу ему предъявить вот но плюсов от его деятельности было конечно несравнимо больше Артемий Миквеевич огромное спасибо за это интервью что в это позднее время вы согласились с нами побеседовать еще раз поздравляем вас с прошедшим юбилеем берегите себя главное здоровье и бодрости и мы надеемся что это наше не последнее интервью огромное вам спасибо спасибо большое спасибо коллеги и привет славному городу Чикаго он мне очень нравится я в свое время в городе Чикаго тусовал с Миком Джаггером и группой Rolling Stones так что прекрасно прекрасно это помню спасибо вам удачи до свидания спасибо Мик Джаггер подарил мне свой пиджак чтобы меня в ресторан пустили вместе с ним спасибо спасибо до свидания до свидания